Коронавирусная инфекция коснулась практически каждого жителя нашей страны. Медицинские работники не только боролись за жизнь людей, но и сами на себе испытали коварный коронавирус. Тамара Гутякула-Гукятова, заместитель главного врача детской больницы Черкеска, рассказала нам о том, как она переболела ковидом. Подробности у Аслана Гирюгова. Тамара Хаутиевна – врач с большой буквы. Всю свою жизнь она посвятила развитию детского здравоохранения. Как и многих других, ее коснулся коронавирус. Как отметила сама Тамара Гукятова, предварительный диагноз COVID-19 она поставила себе сама, не дожидаясь результатов анализа. Начав лечение дома, исполняя все предписания врачей, она принимала все лекарства, которые ей назначали. Но так как состояние не улучшалось, было принято решение продолжить лечение в госпитале. И когда уже 29-го не стало лучше мне, мы поехали в медсанчасть, по договоренности сделали компьютерную томографию. Там, конечно, на компьютерной томографии оказалось, что у меня поражение легких. Где-то 20% фиброзное изменение легких и так далее. Взяли на ковид, и она оказалась положительной. И пришлось, конечно, уже согласиться ехать в госпиталь. Процесс лечения несколько раз изменялся. Это было сделано из-за того, что какие-то препараты подходили, а какие-то вызывали побочные эффекты. После нескольких недель лечения начался период реабилитации. Конечно, я с удовольствием приняла это предложение. И я там в госпитале пролежала на третьем этаже. Там было даже в кардиологию меня на первый этаж не отправили. А учитывая, наверное, и мой возраст, и мою осведомленность в этом вопросе, на третий этаж. Там, где была интенсивная терапия. Я выписалась оттуда с медсанчасти 19 августа с большими рекомендациями, как дальше быть. Кроме этого, Тамара Ахаутиевна отметила, что важно соблюдать масочный режим. Ведь болезнь все еще существует. При возможных недомоганиях сразу обращаться к врачу и быть осторожнее. А также больше внимания уделить своему здоровью именно осенью. Так как помимо коронавируса существует и обычный вирус гриппа. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия.